Свежий воздух, активные игры и любимые друзья. Что еще нужно для детского счастья? Усть-Камчатский вновь открыл в свои двери детский оздоровительный лагерь в Сопках. В этом году, как и в предыдущие, состоится две летние смены, которые примут в общей сложности 80 детей. Вот и стартовала первая смена детского оздоровительного лагеря в Сопках. Смена у нас традиционно продлится 21 день. Как и в прошлом году, отдыхает у нас в лагере 40 человек. Вторая смена у нас стартует 25 июля и закончится 14 августа. В ней также отдохнут 40 детей. В качестве почетных гостей на открытии первой смены детского оздоровительного лагеря в Сопках поприсутствовали глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко и представители районной администрации. «Всегда с радостью приезжаю на подобные мероприятия и без мероприятий ожидайте меня в гости. Я надеюсь, традиция, заложенная в прошлом и позапрошлом году, сохранится. Вы всегда будете меня звать в гости, а я всегда буду приезжать». Открытие первой смены, как всегда, прошло ярко и весело. Несмотря на то, что отдыхающие заехали в лагерь всего три дня назад, они успели подготовить целый концерт с песнями, танцами и даже показательными выступлениями под дзюдо и самбо. По окончанию программы вожатые вместе с ребятами исполнили музыкальное произведение, посвященное лагерю в Сопках. «Я танцевал, пел, играл на гитаре и показывал приемы с дзюдо и самбо. Лагерь нравится, здесь мы играем, нас развлекают, концерты, дискотеки, отбой по расписанию всегда». «В сегодняшнем дне я была как бы ведущей, немножко было страшно, но все это было как бы интересно на самом деле проводить, потому что это делалось для общества». В рамках года семьи тематика первой смены звучит как «Дела семейные». Во время занятий с детьми педагоги и вожатые уделят особое внимание семейным ценностям, взаимоотношениям. «В нашем дружном летнем лагере в Сопках работают кружки, дзюдо, самбо, очумелые ручки, это бумагопластика, основы безнапасности и жизнедеятельности и хореографический ансамбль. Несмотря на пасмурную погоду, вожатые воспитатели стараются сделать для ребят отдых все равно разнообразным». Уже стало доброй традицией дарить подарки во время открытия смены. Так и в этот раз Олег Сергеевич Бондаренко преподнес презент от представителей «Единой России» – аппарат для приготовления сладкой ваты. Кроме этого, сладкими угощениями детей порадовала начальница отдела соцподдержки районной администрации Наталья Ермакова. Открытие первой смены детского оздоровительного лагеря в Сопках состоялось. Впереди ребят ждут насыщенные познавательные дни, где они будут знакомиться и узнавать друг друга, учиться чему-то новому.